Дизайн дело на любителя это черный металлический матовый гроб и мне такой гроб честно говоря нравится острые углы весь из металла причем толстого он практически не гнется и он реально тяжелый пластиковая только вот это вот передняя панель где есть дверь а за дверью прячься пылевик который закрывает который закрывает 120 миллиметровый вентилятор есть два отсека для 5 дюймовых устройств это либо рио бас и либо дисплей для мониторинга систем ну либо же просто оптические диски и на самой двери есть шумопогащающий материал что тоже есть хорошо двери на другую сторону перевесить нельзя это недостаток но дверь держится на магнитах еще пылевик сверху длиннющий огромные и держится на магнитах это очень удобно и приятно то есть прилепить его реально можно куда угодно еще один пылевик на боковой двери закрывает отверстие для дополнительного вентилятора сюда можно поставить либо 120 либо 140 миллиметров тоже лепится на магнитах куда угодно один пылевик снизу закрывает весь корпуса дна и он закрывает отверстия охлаждения для блока питания и для дополнительных мест кулеров. С первого взгляда может показаться, что это обычная задвижка, но нет, друзья, это наконец-то снова дверь. Просто отгибается и достается. А здесь огромнейшее количество шумопоглощающего материала. Он закрывает весь корпус изнутри, не только на этой двери, но и на противоположной. Как видим, отверстие для дополнительного вентилятора тоже закрыто шумопоглощающим материалом и шумопоглощающий материал есть везде, где не стоят вентиляторы. А то есть полный верх закрыт этим самым материалом. Логично, его можно снять, если нужно еще больше охлаждения. По системе охлаждения получается так, с коробки в корпусе стоит всего лишь два вентилятора и если вы видели мое видео о том, как выбирать корпус, то вы знаете, что в корпусе должно быть не меньше двух вентиляторов. Один на вдув спереди, он здесь есть и один на выдув сзади, тоже он здесь есть. Оба вентилятора по 120 мм, но при этом можно поставить сюда просто тучу разных вентиляторов. Например, спереди можно поставить две 140-ки вместо этой 120-ки, либо две 120-ки, вверху поставить целых три 140-ки, либо три 120-ки, либо два, внимание, 200-мм вентиляторов. А сзади 120-ку заменить на 140-ку, а вниз вместо дисков вентиляторов поставить две 120-ки, в общем, я не обманул, мне это реально дофига. Как таковой стойки для дисков здесь нет, здесь есть просто лотки, которые снимаются для большей продуваемости системы. То есть, снимаются лотки для 5-дюймовых дисков, снимаются лотки для 3,5-дюймовых дисков и снимается вот этот поддон для лотков. А где же диски-сторостевые? Из основного объема корпуса достаются лотки. Вы сюда ставите ваши диски и вешаете диски за главным шасси, что, как по мне, очень и очень удобно. Вы увеличиваете продуваемость вашей системы, но не лишаетесь ваших всего лишь трех SSD или винчестеров. В общем, у меня было три SSD, все три SSD сюда становятся, к сожалению, больше дисков сюда не прилепить. А места для кабель-менеджмента, либо для кабель-хауса, как в моем случае, здесь очень и очень много. Вот линейка и сейчас померяем, сколько здесь места есть в сантиметрах. А здесь 3,5 см для вашего хауса из кабелей. Кабель питания процессора можно проложить уже после установки материнки, отверстие огромное и очень удобное. Как видите, места для установки системы охлаждения процессора тоже очень много, это можно сделать после установки материнки в корпус. И отверстие для кабель-менеджмента тоже огромное. С одной стороны, это хорошо, можно пропихнуть огромное количество разных кабелей, но с другой стороны, это плохо, потому что заглянув в корпус, на вас выглядывают огромные такие вот дырища. По количеству шумопоглощающего материала совершенно очевидно, что корпус сделан целиком для тишины и он правда очень-очень тихий. Но меня все-таки расстроил буквально один момент, который в целом можно приписать к небольшим недостаткам этого корпуса. Все вентиляторы, которые здесь есть, они не посажены на какие-то резиновые либо силиконовые ножки. Слава богу, вентиляторы в целом трехпиновые, они достаточно медленные, то есть низкооборотистые и не шумят. Но со временем они могут начать вибрировать и силиконовые либо резиновые ножки здесь как раз очень пригодились бы. Резиновые ножки есть под блоком питания, чтобы он не передавал вибрацию на дно корпуса, резиновые прокладки есть еще с этой стороны корпуса, для того, чтобы блок питания не отдавал сюда вибрацию и логично сам корпус хорошо стоит на плотных и толстых силиконовых ногах. В корпус помещаются материнки формата ATX, при желании можно поставить даже E-ATX либо XL-ATX, но тогда она будет перекрывать отверстие для кабель-менеджмента и вам придется придумывать, как провести кабели питания. Но это дело такое. Как видите, в видеокарту у меня сейчас стоит MSI GTX 780 Lightning. Она огромная, толстая, длиннющая, а места здесь в корпусе для видеокарты еще очень и очень много. Кулер здесь 140-мм, его высота 155 мм суммарно и место здесь еще точно 2 см есть, поэтому какой бы вы кулер сюда не поставили, он по-любому здесь поместится, я уверен. Только если это не 200-мм какая-то огромная беда. Блок питания у меня на 1,2 кВт, он длинный, он здесь помещается и если убрать вот эту стойку, то я думаю, сюда можно вниз даже прикрутить вентиляторы. Как я уже говорил, все вентиляторы в этом корпусе малооборотистые, поэтому он очень тихий, вот серьезно, я вам даже не буду показывать, как он шумит, потому что его абсолютно не слышно и даже шумные видеокарты из него не слышно. При этих вентиляторах температуры в корпусе у меня получились такие. Процессор в простое был нагрет до 33 градусов, что на самом деле достаточно большая температура, а видеокарта 31 градус, при том-то всем, что видеокарта тоже достаточно горячая. В целом температура в простое меня не очень радует, можно было сделать и поменьше температуры, но при этом давайте не забывать о том, сколько этот корпус стоит, какие обороты у этих вентиляторов и как он тих. А вот в нагреве здесь все хорошо. А вот в играх процессор прогрелся всего лишь до 70 градусов, что очень и очень даже хорошо, а видеокарта горячая 780-я прогрелась до 78, вполне терпимо для очень тихого корпуса. При желании процессор видеокарту можно даже разогнать, но тогда придется приподнять частоты вращения и систему охлаждения видеокарты и процессора. А вот если снять все шумопоглощающие панели, которые находятся вверху корпуса, то температура железа внутри него опустится аж на 3 градуса. Только верхняя панель откроет доступ к выходу горячего воздуха вверх и будет такой хороший результат. А шума, я вам скажу, не очень-то и прибавится. Нравится этот корпус вам или нет, решать, конечно, каждому из вас. Лично мне он понравился, тем более, что стоит он у у нас в Украине до 2800 гривен, то есть, грубо говоря, 100 долларов, что очень хорошая цена, как для такого корпуса. Меня зовут Руди, вы смотрели обзор на канале FUA, этот корпус можно купить у нас в интернет-магазине, поэтому переходите здесь по аннотации, ссылка есть еще в описании. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, смотрите другие наши видео, вы, друзья, знаете, что делать. Так что всем до встречи и пока!